Доброе утро! Как же быстро летит время? Мы только здесь с вами были и снова распродажа. Пришла уже целая неделя. Поехали! Начнем по традиции с обуви. Вы пока не забудьте подписаться и поехали! Вот такие кеды от Кельвин Кляйн из полиуретана. Я так думаю, что Кельвин Кляйн здесь не тот Кельвин Кляйн, который должен быть, потому что качество такое себе. Ну, хотя Кельвин Кляйн не считается люксовым или премиальным брендом. Вот такие вот очень интересные лодочки на невысоком каблучке из натуральной замши. Видно, что винтажные. Вот такие винтажные туфли из натуральной кожи. Очень симпатичные для любителей винтажа. Атласные босоножки. Размер указан восьмерка 41. Беру их попытаться примерить, потому что у меня восьмерка, но у меня должно быть написано 42. Из такой прорезиненной ткани, из резинки, тоже симпатичные босоножки от H&M. По-моему, не помню точно, но это не важно. Они грязноватые, но, естественно, что ткань очень хорошо стирается, и они были бы в идеальном состоянии, если кому-то подходят по размеру. Бежевые такие нюдовые босоножечки чулок. Это очень удобно и выглядит очень приятно. Балетки, какие-то тапочки на меху, еще туфли в трендовом серебре. Очень симпатичные. Это не натуральная кожа, но такие вещи, такие яркие тренды, их можно брать из полиуретана, надеть несколько раз на сезон, и потом просто их выбросить и не сожалеть о потраченных больших деньгах. Поэтому, возможно, каблучки, как вы видите наверху, красные, ярко-синие, черные, вот такие обалденные, изумрудные. Это текстиль. Опять же, мы говорим о том, что надеваем под определенный образ на пару раз, и не жалко с ними расставаться. Босоножечки абсолютно новые. Это АГ, но не настоящий. Это текстиль и искусственный мех. И симпатичные кеды детские. Заношенные Адидас Суперстары. Снова-таки балеток много разных всяких. Кто-то оставил на обувной полке какую-то вещь, видите, бросают вешалки, бросают вещи. Но с утра здесь обычный ажиотаж, я так понимаю. Еще балетки. Вижу мой размер снова-таки 8-41. И скажу сразу, что это оба мне не подошла. Ни балетки, ни лавандовые босоножки. Из такой плотной-плотной синтетической ткани. Вот такой вот костюм был. Это, скорее всего, форма для каких-то выступлений. Может быть, вот эти девочки, которые танцуют, знаете, на регбийных полях, на футбольных полях. Очень симпатичная, но очень неприятная ткань. Нашлась свитшот от Армани. Он с дефектами. Выгоревший вот такой вот квадрат спереди. Не покупала, конечно же. Просто показывая вам, что есть. Симпатичная рубашка из денима. Эту рубашку я купила. Одна Папири футболка. Очень популярный молодежный бренд на Папири. Но она была с дефектами. И вот этот красавчик от Кроп. Я помню, когда он был в текущей коллекции. Как мы поджидали, чтобы он попал на скидки. А на скидки он не попадал. У меня, к слову, очень много одежды из Кропа. Такой у них интересный, очень стиль. Но я эту одежду покупала в Кракове. И стоит она недешево. Кроп, польский бренд. И закончим первую часть видео вот этими наборчиками Adidas, которые я купила для своих переделок.